Добрый день, коллеги! Несмотря на небольшую задержку, мы продолжаем наш вебинар. Сегодня мы обсудим тему бережливого производства и повышения производительности труда на предприятиях химической и нефтехимической отрасли. Эту тему мы решили поднять, потому что занимаемся разработкой производственной системы химической промышленности, для чего привлекли экспертов из компаний с наилучшими мировыми практиками. К участию в вебинаре мы пригласили компаний, которые внедряют у себя принципы бережливого производства. Они выступают в первом блоке. И компании, которые предлагают решения, способствующие этой теме и повышению производительности труда, они выступят во втором блоке. И сразу хотел бы отметить, что у Фонда развития промышленности есть предложение по льготному кредитованию подобных программ, которые способствуют повышению производительности труда. Я сейчас представлю моих коллег, кто участвует в сессии. Самедов Фархад Астанович, член Совета директоров, генеральный директор группы компаний «Титан». Шемелин Георгий Валерьевич, руководитель проектного офиса системы управления операционной деятельностью филиал «Спромнельсмазочные материалы» города Томск. Смелов Александр Юрьевич, руководитель группы операционных улучшений АО «Апатит», группа «ФосАгра». Сагадеев Ильдар Рифович, заместитель генерального директора акционер компании «Восток» нефтезавод «Монтаж». Леонид Иванович Тихомиров, руководитель ITPS. Александр Ашкин, старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ». Гермакова Алексея Сандровна, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности, лидер отрасли химической промышленности «Сбербанка». Начну с первого блока, с производственников. Фархад Астанович, расскажите, как вы объясняете сотрудникам, как вы мотивируете сотрудников вашего предприятия к внедрению принципов бережливого производства? Сможете ли вы назвать в цифрах, насколько увеличилась производительность труда после внедрения этих принципов? И насколько ваше предприятие было готово к пандемии? И какие новые тренды в обеспечении безопасности вы внедрили или планируете внедрить? Вот таких три вопроса. «Спасибо за предоставленную возможность выступить. Сколько у меня времени на все?» «У вас 8 минут». «Восемь минут. Все. Бережливое производство – это не первый опыт мой. Я внедрял это на предыдущих заводах тоже. Вот. Все эти проекты были успешными. Это удивительный проект с длиной много десятилетий по всему миру. Тиражируется, живет сегодняшним и в настоящее время. Хотя время с того момента, когда это все было придумано, прошло много десятилетий, и все очень динамично поменялось. А вот этот проект, этот подход, идеология, она живет. Какие особенности для России? На нашу ментальность эта ложится не так легко, как это может показаться с первого взгляда. Это все-таки ментальность тех, которые придумывали, и японцы, и американцы, и европейская ментальность адаптирована хорошо под эту идеологию. Но у нас это всегда шло с определенным сопротивлением, но всегда удачно, после того, как люди в это поверили, все идет очень весело и хорошо. Что очень важно, ведь есть много инвестиционных идей, они, как правило, крупные. Это вот есть там придуманные механизмы, инвестиционные комитеты предприятий, которые, в общем-то, реализовывают, рассматривают. Это вот похоже на то, что по дороге идти собирать крупные камни. Когда остается щебень, всегда крупный топ-менеджмент теряет интерес к таким проектам. Ну, очень бы не хотелось, хоть это щебень, но их много. И по валу это даст эффект, сопоставимый с большой глыбой. Вот, поэтому очень важно создать систему, чтобы эти мелкие инвестиционные идеи не терялись. Вот, здесь начинается самое интересное. Вот, консолидировать всю компанию может, вот настолько я встречал, только генеральный директор. Вот, если он не одержим этой идеей и не является носителем последовательной воли, то, как правило, это затухает. Да, согласен полностью, Фархад, я извиняюсь, я буду дополнять, потому что у меня уже есть опыт общения с крупными предприятиями. Когда поднимаешь эту тему и говорят, вы знаете, сейчас у нас этим заниматься времени нет. Да, вот мы сейчас разрулим свои проблемы, а потом займемся. А объяснить, что как раз вот эти решения, они помогут разрулить проблемы, они почему-то... Ну, действительно, нужно руководить, чтобы это понимать. Да, мы сели совещаний в коллективах, в производствах, и им объясняют вообще, для чего это все. И как-то, когда на своем производственном языке все это объясняешь, это вот принимается, вначале всегда относятся с опаской. Но, чтобы их мотивировать, я вот на предыдущем предприятии где-то внедрял, я сказал, только за подачу инвестиционной идеи 500 рублей премии получаете. Просто вот только за подачу. Дальше это вот создано, объясняешь, какая создана матрица, как эта инвестиционная идея проходит определенные фильтры и доходит до реализации. Ну, могу сказать, эффект здесь достаточно большой. На предыдущем предприятии этот эффект у нас измерялся примерно 1 миллиардом рублей в год. Это достаточно большой эффект, достаточно большой эффект. Притом удивительный. Обороты компании были примерно 30 миллиардов по году. То есть это 3% от головы, достаточно серьезный эффект. Притом это такой, не бумажный эффект, это реальный на расчетном счету, чтобы вы понимали. Мы считали его по-другому. Уникальный опыт и самое удивительное во всех этих идеях, что капексы были близки к нолю. Они не требовали больше капитальных вложений. Поэтому там, если считать, с точки зрения ценности этого проекта, то для меня это было более ценно, чем крупный проект, который приносил сопоставимый или больше эффект. Нюансов много в самом деле. Но это то, что я могу констатировать, что в России это нужно внедрять. Точно могу сказать, что кроме общих каких-то правил для предприятий, точно есть специфика для каждого предприятия отдельная. Внедрение этого проекта, я могу точно сказать, что это не шаблон, это на грани уже творчества. Надо очень хорошо понимать, как коллектив мыслит и как их зажгнуть в победу. Потому что эта идея, она же, инвестпроект что такое? Ну, начали его, три года прошло, закончилось и все. Забыли про проекты, дальше там живет в рамках операционной деятельности. А этот проект же, он долгоиграющий, он живет годами и, в лучшем случае, десятилетиями. Фархат, я извиняюсь, немножко личный, может быть, вопрос. А вот принципы, которые вы применяете у себя на предприятии, вы их домой тоже приносите? Или работа – это работа, а дом – это дом? Откладывается подсознание. Я могу точно сказать, что вот у меня подход такой. Когда я что-то вижу, первая моя мысль, что тут можно улучшать. Это не пафос, поверьте. Это уже такое, ну, стало подсознание, работает даже на ней сознание. Да. Я извиняюсь, я обращу на последний вопрос. Это вот насколько ваше предприятие оказалось готово к ковиду и пандемии, какие новые тренды в обеспечении безопасности вы внедрили, либо планируете внедрить? Ну, первый раз всерьез на эту тему стали говорить и в конце марта, да, если вы помните, когда рабочие дни были объявлены в нашей стране. Тогда, я помню, была дискуссия между мной и коллективом, и акционером, с другой стороны. Я сказал, что вот мое видение такое, что нас накроет полной волной в апреле. Мы уходим в капитальный ремонт в мае, то есть два события друг на друга, это достаточно серьезное испытание. Но в июне начнем выкарабкиваться, и все будет нормально. Собственно говоря, так и произошло. Наверное, наш уклад жизни изменился на многие годы, которые мы еще не допонимаем. Другие стандарты жизни, другие отношения к так называемым социальным дистанциям, к осторожности общения, к стандартам санитарным, к гигиеническим и так далее, все это вот изменило нашу жизнь уже совсем другое русло. Среагировали мы быстро, потому что мы были на переднем фронте, мы не могли прервать производственный процесс, поэтому вот эти стандарты внедрялись у нас достаточно быстро. И плюс еще мы начали производить антисептики, практически все понимали, что быстро перевод на антисептики, мы на переднем фронте, вот тут надо показывать пример. Это правда, да, это был свидетелем того, как это происходило. Спасибо большое, Фархад Астанович. Я перейду к следующим нашим участникам. Георгий Валерьевич, а как вы решаете вопросы мотивации сотрудников вашего предприятия к принципам бережливого производства? И тоже сможете ли назвать изменения в цифрах, насколько увеличилась производительность труда, в пересчете, наверное, на конечную продукцию, и насколько ваше предприятие было готово к пандемии, и какие новые тренды в обеспечении безопасности вы внедрили и планируете внедрить? Внедрение принципа бережливого производства на нашей площадке началось в 2017 году. Началось оно, прежде всего, с цели полагания. Мы сравнили себя с лучшими, с лучшими, с бичмаркетом по методологии Соломона, там, где это не было возможности, мы сравнили себя с самими собой же, выделили лучшие пятидневки. Это позволило нам определить некую цель, некую цель, чего мы должны достигнуть. Эта цель была, мы должны были увеличить производительность на 15% доходы, на 15% по году. Мы понимали, что не все наши инструменты смогут стрельнуть, что не все те мероприятия, которые мы внедряем, достигнут, поэтому мы спланировали топ-5 мероприятий, которые смогут покрыть так называемый достижимый уровень. Общая сумма, которой мы взялись для себя на первом этапе, была 464 миллиона, которые мы могли достигнуть за три года. Только с применением инструментов бережливого производства, совершенствуя процессы. Соответствующее, цель была определена, доведена до всех, то есть мы, было сфокусировано, все внимание завода было сфокусировано на общих целях, было построено дерево целя, каскадировано до каждого человека в отдельности. Ну, вы помните, мы вам рассказывали, когда вы у нас были, что директор настолько был поглощен во все это, что мы провели больше 14 встреч на этой встрече с директором, и распозиционирование у нас на рынке, он проговорил с каждым, то есть это 800 человек, с каждым директор пообщался, рассказал о тех целях, которые мы должны достичь. И дальше наша работа только была поддерживать это стремление, внедряя инструменты. Контакт руководителя с простыми сотрудниками, я так понимаю. Самого высокого руководителя, самыми простыми. Это были стартовые встречи, мы разбили эти стартовые встречи, их прошло 14 встреч, они были по несколько часов, там была обратная связь, где руководитель спрашивал, что людям необходимо, чтобы они работали наиболее эффективно, какие у них есть проблемы, что он может решить сейчас. Там же, ну, по методологии управления изменением, в принципе, это был как раз первый шаг, то есть понимание необходимости изменений. Ну и дальше мы начали применять инструменты бережливого производства, и уже четко в первый год мы ожидали приток идей, но то, что мы получили, да, это был просто вал, да, мы получили за год около тысячи идей. 32 миллиона было только получено от внедряемых идей, то есть люди предлагают, как говорил предыдущий оратор, что идеи были все не связаны с большими капиталовложениями, это, скорее всего, были маленькие какие-то идеи, которые понемногу, помаленьку, но это по году 32 миллиона. Также был внедрен конкурс «Лучшая бригада», да, этот конкурс принес 38 миллионов, да, критерий производственной эффективности, процессный КП 8 миллионов, инструмент 5С 10 миллионов, ну вот такие цифры мы получили за год, и уже на следующий, так, мы идем по циклу 50А, на следующий год эта цифра уже с 464 миллионов увеличилась до 705, мы уже поняли, что мы сможем покрыть гораздо больше уровень. В конце этого года мы будем опять говорить, и даже вот с учетом того, что происходит сейчас с экономикой, да, мы все равно четко понимаем, что мы цели достигнем. Я так понимаю, на сегодняшний год сумма экономии предполагает больше 700 миллионов, да? Нет, это 700 миллионов было взято цель на три года. В прошлом году мы заработали от инструментов бережливого производства 141, вернее, 132 миллиона. В этом году мы планируем заработать 141 миллион. Ну, если не секрет, а какой объем в рублях выпускаемой продукции? Здесь мы можем говорить только о валовом доходе, то есть, что это мы покроем порядка 10%, да, то есть, от общего бюджета. Понятно. И мы не измеряем на продукт. Да, и при этом 800 человек работает, я так понимаю, да, на предприятии? Больше тысячи идей, то есть каждый человек к нему подал по одной идее, да, и по две. Да, здорово. Хорошо, а вопрос по ковиду, по пандемии, насколько вы оказались готовы? Что предприняли? По ковиду мы точно так же, у нас, так как у нас линии фасовки, да, у нас была налажена фасовка антисептиков, правда, на другой площадке, но мы готовили у себя жидкости для очистки, ну, то есть, чистящие средства, дезинфицирующие на нашей площадке. То есть, мы обеспечивали все... Только для себя или на внешний рынок тоже? Нет, это было... Вернее, антисептики делались на внешний рынок, а дезинфицирующие средства для, там, для дезинфекции делались на всю Омскую площадку, то есть, нефтезавод, автоматики, сервис, для химических производств Омской площадки. Но выпуск антисептиков не прекратили? Нет, сейчас до сих пор идет антисептик по Суэссу. Ну, еще так же, что можно сказать? Ну, во-первых, мы ушли все на удаленную удаленку, да, то есть, сейчас есть возможность у нас, предположим, там, где ограничения контактов, были установлены специальные мониторы, видеокамеры практически во всех операторах, операторных. Есть прямая связь с операторами, с любой, ну, любого специалиста, кто подключен к СЭДу. Вот, к сожалению, у нас не принял участие в вебинаре Сибур, хотя планировал. И я знаю, что они внедрили вахтовый метод работы на предприятии, то есть, они фактически смену собирали людей, которые не выходили из завода до окончания вахты. Вот, потом на смену им приходила следующая смена. Вы к этому решению не подходили, не приходили? У нас было подготовлено несколько планов реагирования на эту ситуацию. Один из планов был именно переход на вывоз всех специалистов на подготовленную площадку. Под эту площадку было специально зарезервировано за городом, был гостиница для специалистов, которые требуются для обеспечения необходимой работоспособности объектов. Все было подготовлено, запас продовольствия, чистящих средств, моющих, все это было, все там заготовлено. Но, к нашему счастью, этого не потребовалось. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Георгий Валерьевич. Да, я перейду к Александру Юрьевичу. Я был неоднократно на ваших предприятиях и впечатлен масштабами проведенных работ и организованностью ваших сотрудников. Как вам удалось мотивировать сотрудников вашего предприятия следованию корпоративных, уже можно сказать, требований по бережливому производству? Сможете ли вы назвать изменения в цифрах, насколько увеличилась производительность труда в пересчете, наверное, на конечную продукцию и насколько ваше предприятие оказалось готово к тем моментам с ковидом, которые накрыли нашу страну? Игорь, коллеги, добрый день. Начну, наверное, с представления нашей компании. Компания «Патит» является каким-то производителем всех видов удобрений, как на российском, так и на международном рынке. Компания представлена, состоит из гонодобывающих и перерывающих предприятий в нескольких властях. Это Мурманская, Вологодская, Саратовская, Ленинградская области. В одной только Вологодской области, город Череповец, в 2019 году произведено более 7 миллионов тонн удобрений минеральных. За последние три года ежегодно прирост производительности составляет 5-12%. При этом численность персонала остается практически неизменна. Ну и что хочу сказать. Применять все бережливые, в принципе, бережливые производства начали где-то с 2007 года. Причем разработки, применение методов системного анализа для управления производством и добрием. Дело в том, что очень много параметров, за которыми нужно следить. И просто простым исполнением регламента, контролем исполнения регламента, задача производственной эффективности, наверное, очень трудно решить. И начали внедрять с 2007 года такую МЭС-систему, систему управления производством. До этого времени основная часть информации обработалась в ручную в каких-то тетрадях, журналах. От этого эффективность управления была очень высока и присутствовала фактор человеческой ошибки. В настоящий момент на системе, она реализована у нас на базе сервера ProSystem, аккумулируется свыше 58 тысяч параметров. 58 тысяч параметров. Ну что сделано? Профессорные алгоритмы, простое и узкое, порядка 115 объектов оборудования, производственных объектов, открытые технические системы, участки, производство. Уже понятно в конкретный момент времени, что работает, что не работает. Также статистика по отказам позволяет производить детальный анализ, что явилось второй причиной остановки. Это как бы облегчает разборы и все. А также принимать решение о покупке того или иного оборудования, если статистика, которая показывает, что оборудование остановка в строя. Автоматизированное рабочее место... Не я слышно? Автоматизированное рабочее место диспетчера, куда стекаются вся агрегированная информация со всего завода. Идет расчет нарушения нормативного режима. Где мы сдаем... Александр, вы знаете, я забегая вперед скажу, у нас как раз еще будут выступать компании, точнее одна компания, которая как раз применяет методы, даже не методы, наверное, цифровизацию, автоматизацию, да, привносит, как следующий этап развития бережливого производства. И тот масштаб проведенной работы на предприятиях компании Апатит, конечно, он впечатляет. А насколько вы готовы оказались к пандемии, что вы предприняли в связи с этим? Либо для вас это была практически рядовая там ситуация, ну что ж, пандемия, у нас ничего не меняется, мы работаем как прежде, у нас и так все безопасно и надежно. Ну, в первую очередь, весь офисный персонал был переведен на дистанционную работу. Дневной персонал в производствах был переведен на смену, играет от работы, чтобы исключить скопление людей на производственных площадках. То есть один работает, один находится в безерии. Ну и, наверное, не коснулось этой смены персонала, который занят именно в непрерывном производстве работ. Была, стала, связаться бесплатная доставка сотрудников до места работы. Она, как и раньше была, только здесь стала она более безопасной. То есть в автобус сажали через одного человека, обработка рук, маски, дезинфекция. Вот, кстати, дезинфекция помещений, где находится персонал. Доплата за проезд, если человек приезжает на собственном транспорте. Это, кстати, действенный метод тоже, да, стимулирование передвижения на собственном транспорте, чтобы меньше контактировал с людьми. Офисный персонал по сих пор находится в недаленке. И непонятен срок, когда он переведен. Ну, я думаю, что на выпуск конечной продукции это никак не повлияет. Ну, недавно подводили итоги. За шесть месяцев 2020 года, в сравнении с недвижим периодом прошлого года, производство выросло на 7%. Только по череповецке. Только по череповецке. Хорошо, Александр, спасибо большое. Я обращусь к Ильдару Рифовичу. Вы, как подрядчики строительства многих нефтехимических и химических заводов, как вы решаете вопросы мотивации сотрудников вашего предприятия к внедрению принципов бережливого производства? И насколько ваше предприятие было готово к пандемии? И что вы для этого предприняли? Всем здравствуйте. Рад со всеми познакомиться. Ну, в принципе, я согласен со словами господина Самедова о том, что производительность труда, бережливое производство и результат все зависит от руководства компании, то есть от руководителя. Если руководитель компании захочет, то, естественно, все это внедрится в жизнь. В целом у нас по компании была разработана стратегия развития, она продолжается уже на протяжении 7 лет. Мы крупная подрядная, генподрядная организация, которая занимается не только монтажом, но и подготовкой производства, то есть изготовление металлоконструкции, трубных узлов, то есть и производство площадки. У нас очень много площадок, скажем так, 8 цехов трубных заготовок, 2 больших завода металлоконструкции, поэтому было принято решение начать именно повышение производительности и оснащенности с данных предприятий. То есть было закуплено большое количество оборудования, именно ЧПУ оборудования для того, чтобы минимизировать, скажем, ручной труд. Человеческий фактор. Человеческий фактор, да, совершенно верно. То есть человеческий фактор – это и возможный брак продукции. После этого, соответственно, при уменьшении, скажем так, трудозатрат на заготовительные процессы, у нас увеличился персонал, который занимался непосредственно сборкой и изготовлением данной продукции. То есть, соответственно, увеличилась производительность в части и в процентном соотношении, и в объемах выпускаемой продукции, и, соответственно, в объемах строительно-монтажных работ на площадках, скажем так, заводов и у больших заказчиков. Да, Ильдар, извините, вы добивались увеличения производительности труда именно внедрением современного оборудования, либо все-таки еще были предприняты какие-то организационные моменты с людьми, оборудование, проработка, я не знаю, маршрутов движения, распорядка дня? Я просто чуть-чуть не закончил, поэтому я вот... Ну, если в целом, то мы провели анализ, и с 2019 года, с конца 2019 года, мы с Центра Компетентности, получается, в сфере производительности труда, организовали программу по производительности и бережливому производству. Что нам это дало? Мы провели, скажем так, общий анализ именно технологического процесса и выявили ряд, скажем так, узких мест, где в случае, скажем, замены или поворота технологического процесса получилось увеличение производительности труда. В частности, вот если взять пример по издавлению металлоконструкций, я уж так вкратце расскажу, есть у своей бригады рабочие места, где она собирает металлоконструкции. Когда мы обратились, посмотрели, оценили, оказалось, что мы перевозим заготовки к рабочим местам, а быстрее будет разложить эти заготовки, чтобы рабочие со своими инструментами подходили к этим рабочим местам. И излишнее перемещение конструкции, это в среднем где-то, начиная с начала программы, это где-то порядка 16% увеличения, именно в части издавления металлоконструкций. Поэтому продолжаем работать над этим, стремиться к совершенству всегда можно и нужно. А что касается насчет коронавируса, ну, я думаю, мы все не были готовы к этому, но жизнь и наш металлитет не то что заставил, подтолкнул нас к тому, чтобы настроить себя, настроить свой коллектив. Тоже были приняты меры по поводу, скажем так, доставки людей, но, к сожалению, там получились некоторые моменты, что человек может уйти на самоизоляцию, то есть состав бригады уменьшается, то есть количество выпускаемых продуктов, соответственно, уменьшается. В части касаемо инженерно-технических работников, то проблем особых не было, именно работа на удаленке, то есть все это восприняли нормально, все это восприняли достойно, скажем так. Единственное, вот то, что и вся экономика наша Российской Федерации немного так приостановилась, ну и, соответственно, мы, скажем так, немножко пострадали. В части вот именно человеческих ресурсов, то есть оборудование-то оно напелет, нарежет, а человек там должен ее собрать и сварить. Ну и, соответственно, наверное, у вас и заказ уменьшился, да, то есть был гарантированный заказ. Да, 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 то есть многие заказчики отложили свои, скажем так, и инвест-проекты отложили, и, скажем так, новые строительства что-то было, то есть сдвигали, 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 чтобы понимать самим, когда все это начнется. То есть мы немного вот так вот заделаны. Ну да, согласен, что мы все оказались в новой реальности. Коронавирус, конечно, наверное, уничтожил даже некоторые отрасли, особенно в сфере услуг, и, наверное, какие-то предприятия уже даже не восстановятся. Но я думаю, что промышленности в таком масштабе это не коснется. Мы все сможем выйти на те рельсы, на которые стали ранее. Хорошо, спасибо большое, Ильдар. Я хочу перейти к блоку разработчиков решений для повышения производительности труда и прошу Наталью Александровну Ермакову рассказать, как Сбербанк использует идеологию бережливого производства для повышения эффективности промышленных предприятий. Какие вы предлагаете решения? Добрый день, рано приветствовать вас и рассказать в том числе немножко о нашем опыте бережливого производства, потому что эту концепцию построения бизнес-культуры, я бы даже так сказала, прошел Сбербанк в 2008-2009 году, мы начали эту трансформацию. Она началась для нас так неожиданно, и наиболее правильным решением была постановка концепции этой изменений как изменение культуры, поэтому я вот всех призываю фокусироваться не только на производственный процесс, но и на формировании, как бы восприятия этих изменений, потому что ЛИН и бережливое производство – это всего лишь методология. И как бы просто сказать, переходите к бережливому производству, но никто не говорит, как это конкретно сделать. Я всегда, когда говорю о бережливом производстве, использую такой чисто женский пример. Бережливое производство – это как навести порядок в своей квартире. У вас много детей, а муж носки бросает, и вот вы ходите, как бы диагностируете, как оптимизировать процесс так, чтобы все было красиво, удобно, и никто не страдал от того, что вы разложите вещи туда, куда никто не знает, кроме вас. Вот бережливое производство – это про это. Всем должно быть удобно, все должны знать, где лежат носки, и дети должны играть в те игрушки, которые мама не положила в какой-то дальний ящик. Все должно быть очень доступно, понятно. Наталья, как раскладывают носки Сбербанк? Какие решения он предлагает? Я как раз перейду, что мы как раз поняли эту проблему и как бы стали учиться мыслить все схожи, и в Сбербанке действительно были инициативы. Мы сами прошли вот этот путь как бы рекомендаций, и даже сейчас прошли дальше. Мы понимаем, что бережливое производство – это диагностика процессов. Сейчас мы уже переходим в следующие этапы. Для нас становится понятным, что контроль, качество, снижение издержки – это очень важные параметры. Но на рынке появляются такие прекрасные примеры, немножко не из химии, но там очень показательно. Все знают сейчас компанию Toyota, которая придумала бережливое производство. Но какая сейчас… Я вот у Игоря спрошу. Какой сейчас автомобиль мечты для всех? Теперь Tesla. Совершенно верно. Получается, Tesla, она удовлетворяет мечту каждого человека, она удовлетворяет ваш потребительский спрос. Но Tesla совершенно не контролирует качество так же, как Toyota. В ней больше дефектов, чем в каких-либо других автомобилях. Ее релиз происходит гораздо быстрее. Почему? Это маркетинг. Совершенно верно. Маркетинг, следование за спросом, следование за клиентом. И как раз понимание того, куда движется рынок. И в этой связи мы говорим о нашем опыте. Бережливое производство – это диагностика, это наведение порядка, это знание своих процессов. И без этого никуда. Но для того, чтобы сделать прорывные сдвиги и для того, чтобы быть успешной и эффективной компанией в будущем, чтобы запоминать и быть желанным на рынке, нужно переходить к элементам цифровизации, гибкого управления. Нужно внедрать более новые автоматизированные инструменты, которые позволяют вам быстрее реагировать на те изменения, которые происходят на рынке. Вы прекрасный пример привелись с пандемией. И я вот слушала и думала, ну кто же скажет, что именно пандемия – это ключевой вызов для бережливого производства. Just in time не сработал, производители встали, потому что поставщики некоторые оказались за рубежом, и мы не смогли поставить некоторые продукты. Малотоннажная химия страдала, потому что у нас нет среднетоннажной химии на территории России. Многие вещи мы импортируем. И как раз пандемия показала, что в бережливом производстве для России есть некоторые элементы, которые требуют донастройки. Надо гибкость развивать в производственных процессах, надо использовать платформы, нужно иметь более широкий доступ к альтернативам. И как раз Сбербанк, работая в этом направлении, в направлении R&D, развития новых платформенных решений для производственных цепочек, находят в своей экосистеме компании, которые вам могут помогать улучшить настройку бизнеса и повысить его эффективность. Для того, чтобы навести порядок, у нас есть такие компании, как Strategy Partners. Это наш консультант, который поможет вам диагностировать ваши бизнес-процессы и как бы навести первичный порядок в вашем бизнесе. Причем компания понимает, что такая потребность в консалкинге, она есть не только у крупнейших компаний, но и компаний, которые только начинают свой бизнес, а это малый даже и средний бизнес, которым нужно построить с нуля правильные решения и уже на этапе роста не испытывать вот эти вот болезни неправильных производственных процессов. У нас есть компания, которая помогает осуществлять закупки и строить закупки, Сбербанка и СТЛ. У нас есть компании, которые помогают вам оптимизировать логистику. И вот в этом и задача Сбербанка. Мы помогаем бизнесу оптимизировать его бизнес-процессы и развивать не все направления, а сфокусироваться на ключевых. А все остальное можно использовать на аутсерсинге. Можно более внимательно посмотреть вокруг и привлечь свои бизнес-процессы, производственную деятельность, других помощников, которые имеют возможность инвестировать в развитие, в научные разработки, больше денежных средств, на которых может сэкономить компания. И вот как бы у Сбербанка сейчас такая миссия. Мы видим необходимость развития своей экосистемы не только для себя, но и для экономики России, для предприятий России. Наталья, а вот то, что те ваши предприятия, которые в структуре Сбербанка, они предлагают услуги, насколько они доступны малому и среднему бизнесу? Или речь идет только о крупных бизнесах? Ну, здесь ситуация такая. Проблема стоимости решается эксклюзивностью. Если вы покупаете решение пакетное, то это стоит гораздо дешевле. Если вы покупаете решение индивидуальное, то это стоит дороже. Но я считаю, что каждый из видов бизнеса может найти для себя наилучший вариант. Примеры, когда сотрудничают со Сбербанк-логистикой, есть и в сервисе крупнейших компаний, и в сервисе средних и малых компаний, для того, чтобы оптимизировать свои затраты по перевозке продукции. Закупки, которые можно осуществлять, то же самое. Поэтому я считаю, что... Не подскажете платформу, куда надо зайти в Сбербанк, чтобы увидеть эти пакеты? Вы можете заходить на сайт Сбербанка. На сайте Сбербанка есть продукты экосистемы. Сейчас мы даже разрабатываем более индивидуальный подход. Он уже начинает работать с июля месяца. Мы будем создавать специальные странички для отраслей. То есть вы заходите на Сбербанк, а у вас будет отрасль, например, химии. И мы на этой ссылке будем делать продукты, которые мы считаем наилучшим образом подходят для предприятий в зависимости от типа клиента в химической индустрии. Это позволит использовать опыт уже других компаний, и, может быть, даже новичкам, которые еще не использовались в опыт сотрудничества Сбербанка, лучше ориентироваться по продуктовой линейке, которую нужно внедрить, или есть опыт уже внедрения в предприятии этой индустрии. Ну и я думаю, если вы присутствуете, наверное, практически на всех крупных предприятиях России, то малому и среднему бизнесу, наверное, есть смысл зайти и попробовать те решения, которые вы предлагаете. Потому что не секрет, что, в принципе, берегу производства, они более используемые, более на слуху именно на крупных предприятиях, где экономия одного дня простоя приносит миллионы рублей. На маленьких предприятиях от того, что он там на один день или на два дня больше простоял, экономия составит 12 тысяч рублей, особой разницы очень-то не имеет. Но я тут соглашусь или не соглашусь, если как это, тут от культуры зависит. Когда вы миллиардер, вам все равно жалко рубль, а когда вы бедный человек, то рубль вообще важен для вас жизненно, потому что вы можете просто не прожить день без этого рубля. Тут вот тот вопрос бережливого производства заключается в том, что на малых предприятиях как бы все на виду. Маленькую квартиру легче убрать, там все как бы вот понятно, как расставить. Контроль осуществляется проще. Взаимоотношения между персоналом, ну что 10 человек работает и 10 тысяч. 10 тысяч некоторые могут никогда не встретиться, а 10 человек всегда пересекутся. Поэтому, конечно, да, бережливое производство, оно нацелено на то, чтобы построить философию, культуру того, чтобы люди взаимодействовали и контроль осуществлялся непрерывно. На маленьких предприятиях это, наверное, не так актуально, но для них актуально доступ к клиенту. Они наиболее чувствительны к тому, что они не так узнаваемы. Они борются за клиента гораздо больше каждый день, чем крупные предприятия. Да, спасибо большое. Вы очень доступными словами рассказали о тех очень важных принципах, о которых мы сегодня как раз собрались и обсуждать. Да, спасибо. Леонид Иванович, у меня к вам два вопроса. Внедрение стандартов бережливого производства – это первый этап. Дальше идут рабочие процессы – это автоматизация, цифровизация, как часть работы над операционной эффективностью. Бывают ли сложности в том, чтобы предприятие пошло дальше, чтобы оно приняло те предложения, которые у вас есть? А второй вопрос, или вы потом его зададите? Здравствуйте. Ну и какие новые тренды программы вы готовы предложить в связи с пандемией коронавируса? Понятно. Спасибо. Спасибо за возможность принять участие в этой встрече, в этом разговоре про вопросы. Сегодня много уже говорилось. Все заказчики упоминали важность такого компонента, как человеческий фактор. Все в той или иной форме об этом говорили. Это, конечно, принципиально. И я для себя вывели такую формулу, что очень важно, чтобы люди хотели, чтобы у них была готовность, было желание. И у нас даже есть такая вот некая методика, что ли, оценки, ну, можно назвать это готовности или степени того, насколько предприятие подходит под оптимизацию. Там обязательно должен быть человеческий фактор. Ну и техническая вещь, готовность предприятия по инфраструктуре, по доступности к данным. Не обязательно это, может быть, цифровые данные, может быть, какие-то там учетные данные. Ну и технологическое понимание людей, что они вообще хотят и что с ними можно сделать, какие у них здоровые или не очень здоровые ожидания. И действительно, действительно, вот те этапы, о которых вы сказали, каждый из них очень важен. И может быть такая ситуация, что люди окажутся неготовыми. То есть они сначала закажут, потом начнут делать, а когда им нужно… Вот самое трудное место, когда надо меняться самому. Вот тут вот все обычно встает. Он говорит, ну, вы сделайте, ну, заказчик, условно говоря, нам говорит, ну, вы сделайте, а мы вот будем сидеть, как сидели. И тогда бизнес-процесс не меняется, и тогда хоть что, значит, ему заноси. Какой автомобиль, какую Теслу ему не поставь. Он говорит, нет, мне давай вот автоматизацию, вынеси меня, значит, и посади в эту Теслу внутрь, там, каким-нибудь роботом. И иногда это теряет смысл. Поэтому очень важны люди, очень важны бизнес-процессы, очень важны технологии, очень важно руководство. Абсолютно верно, сегодня все это отметили. И вот такая вот единая спайка, движение вперед, это то, что дает эффекты. И эффекты действительно вот хорошие очень прозвучали сегодня. Примеры в зависимости от компонента, где это применяется, там где-то 5%, где-то 10%, где-то 15%. Вот про индекс Соломона тут коллеги говорили. То есть если на каждой оси добавить, там по 2, 3, даже по 5%, то площадь фигуры уже на 15-20% меняется. Соответственно, я это называю с миру по нитке голым рубашкой. То есть накапливается очень хорошо. А вот это работает, когда все вместе работают в нужном направлении, если я ответил на вопрос. Да, хорошо, да, вполне исчерпывающе ответили. И про ситуацию с пандемией, какие тренды программы вы готовы предложить? Может быть, цифровые решения здесь и не подходят? Но мне кажется, все-таки есть какие-то у вас решения. Цифровые решения подходят везде. Подходят везде сейчас. Ведь у нас век цифровизации, автоматизации, такой вот, я бы даже сказал, интеллектуализации. Потому что просто цифровизация, это было раньше, наверное, и в конце 20-го века мы все этим занимались, так или иначе, те, кто работал. И сейчас все это стало гораздо более интеллектуально. Я назову три блока, которые, с моей точки зрения, от нас обладают максимально высокой степенью готовности и представляют высокий интерес. Первое – это работа с ERP-системами. Вокруг ERP-систем, это может быть САП, 1С, там все что угодно. И там очень много разных компонентов. Отчетность всегда очень трудоемка. Это работа с оборудованием, тоже нормативно-справочная информация, склады, финансовые различные потоки. Это, с одной стороны, достаточно тривиально, но, с другой стороны, там всегда есть что улучшить. И тут я не открываю Америки. Второй компонент – я это называю управление производством с дашборда, условно говоря. Вот тут тоже прозвучало, про внедрение МЕС-системы. У нас есть такое очень хорошее решение, мне даже само понравилось. То есть мы берем производство, раскладываем его на основные технологические этапы, их обычно от 5-6 до десятка крупных. Затем на основные компоненты производства, сырья, вот это все собираем в кучу, и там видны материальные потоки, видна эффективность, и там видно еще оборудование. Оборудование, готовность оборудования, либо необходимость его ремонта. Простое оборудование, эффективность использования, коэффициент использования оборудования. Приятных внедрили, и это работает, конечно, на удивление. Хорошо, если это вывести наверх, и как тут тоже прозвучало, на дашборд руководителя, когда он видит группу компаний, в каждой компании завод, по видам производства, вот это второе МЕС. Ну и третье, третье компоненты, это у нас есть такое инновационное решение из сегмента телемедицины. Это мы сделали такую штуку, которая называется биот, от слова биотелеметрия. Это мы надеваем на человека браслет такой современный, который меряет много параметров, и смотрим с помощью медиков, конечно, либо своих медиков, либо ваших, если это крупное предприятие, мы вычисляем риски для здоровья человека, как он себя чувствует. Он для этого должен прийти куда-то в кабинет медицинский, где наденут браслет, либо он носит его постоянно? Он его носит процентов 70-75 времени в течение дня. И данные автоматически уходят? Смотрите, видите, у меня вот это часы, я сейчас часы сниму, чтобы не забивать. Вот это новая модель, а это предыдущая модель. Его нужно носить. Вы сами тестируете свои модели, да? Да, конечно, я ношу и сравниваю. Да, это здорово. Мы выявляем людей с рейскими, сердечно-сосудистых заболеваний, обмена веществ. И даже вот, ну как это грустно не звучит, вот это ковидная тема. Если острое заболевание ковидом, то воспалением, то в процентах 80 случаев мы примерно за 2 суток вычисляем, что у человека улетит температура вверх. Потому что выявляется реакция иммунных систем организма. А это решение уже массовое, или вы пока еще только тестируете? Ну, мы его уже тестировали достаточно, чтобы запускать в пилоты. Но массовым я, конечно, его не могу назвать, иначе всех бы о нем знали. Мы его сейчас, как бы вот, мы его сейчас выводим в мир, выводим в рынок. Если кому-то это интересно, то мы с удовольствием поработаем с таким заказчиком. Я думаю, это интересно, потому что бережливое производство предполагает как автоматизацию, цифровизацию, так и необходимость контролировать людей. В принципе, как здоровье контролировать, так и маршруты прохода и так далее, которые могут быть тоже интегрированы, датчики в эти же браслеты. И все это может комплексно подаваться там на компьютер тому, кто за этим следит, наблюдает. Хорошо, Леонид Иванович, спасибо большое. И у меня в компании Deloitte вопрос, Александр. Как вы объясняете потенциальным клиентам необходимость внедрения тех программ бережливого производства, которые вы предлагаете? Насколько принципиально отличаются программы бережливого производства и снижения непроизводственных затрат для нефтедобывающих и химических предприятий, потому что это часто несопоставимые объемы по выпуску продукции в денежном выражении. И какие новые тренды, программы вы готовы предложить предприятиям в связи с пандемией коронавируса? Коллеги, добрый день. Тоже большое спасибо за возможность поучаствовать в этой прекрасной дискуссии, поделиться опытом. Представляю компанию Deloitte, как было уже сказано, очевидно, вы все знаете, что мы в том числе представляем конституционные услуги и в сфере настройки инструментов бережливого производства в том числе. Вопросы интересные, вопросы провокационные. Попробую быстро, поскольку у нас регламент и бережливый. Ну, 8 минут, да. И начинаем как-то отреагировать. Как мы убеждаем, что необходимо бережливое производство? Ну, такой вопрос, наверное, откуда-то сначала, от азбуки, от первых классов, все вы проходили это там в какой-то момент, когда начинали, на разных стадиях находитесь, мы все время приходим как новички, да, когда предлагаем свои услуги. Проще всего предложить, убедить в том, что бережливое производство необходимо, вы не поверите при помощи цифр. Да, все люди из бизнеса очень хорошо понимают, что такое деньги, ну, в худшем случае, что такое время. Сотрудников ли, про оборудование, или, да, тык производственный и так далее. Поэтому, если у нас есть информация о том или ином предприятии, мы стараемся ее по максимуму использовать. Если мы знаем, что есть что-то про запасы на складах, про, там, цикл транспортный, про, там, какие-то возможные задержки в работе, мы, естественно, приходим с этим материалом. Если же у нас информация не так хорошо, мы добавляем бичмаркинг, статистику. У нас есть из уже реализованных проектов, в том числе по отраслевому признаку разбивка, что мы делали, какие эффекты мы видели. И вот сегодня как раз участники говорили, только подтверждают это. Эффекты обычно измеряются десятками процентов, сотню миллионов рублей. Они очень показательны. Ну, а такой лайфхак совсем уже из жизни консультанта. Проще всего увидеть и показать человеку, с которым встречаешься в компании, и насколько близко к нему вопросы бережливого производства, это, собственно, пройти регистрацию эту встречу, пропуск, охрану, автомобиль, непосредственно подождать и показать, сколько, там, например, времени можно было сэкономить на этом простом действии. И умножить на количество посетителей за какой-то период и начать буквально отворот, что называется. Ну, такой простой пример. Ничего не работает лучше, чем практика конкретной компании и, конечно же, деньги, часы, часы, деньги. Такой момент. Другого не придумано, наверное. Чем больше мы теории говорим, тем меньше от нас пользы, безусловно. История про разницу с проектами по оптимизации затрат. Все, которые мы очень любим, в кризисное время особенно любим. И у нас, безусловно, накоплен огромный опыт таких проектов, даже больше, чем бережливое производство, потому что такими вопросами в России стали заниматься раньше. Чуть ли не каждый наш кризис регулярный, все начинают срочно резать косты. Страшный организм. На самом деле, принципиальное отличие очень большое. Сама идеология проектов бережливого производства, она другая, как вы все прекрасно знаете. С чего начинается проект по оптимизации затрат? Мы берем затраты в компании, начинаем их анализировать и думаем, чего мы можем избавиться. То есть база изначально – это наши расходы. С чего начинается бережливое производство? Это анализ процессов, анализ потерь возможных. Разные инструментарии, они, очень правильно говорили сегодня коллеги, должны быть индивидуальны для каждой компании. Нет единого какого-то лекала, нет шаблона, нужно выбирать те инструменты, которые здесь сейчас дадут результат. Но с чего бы вы ни начали, с картирования, с хронометража, с каких-то конкретных прикладных вещей, вы все-таки будете идти к результату, к поиску этого самого потерянного времени. Знаете, сказка есть такая. И оно, это время найденное, не должно автоматически транслироваться в оптимизацию расходов и сокращение людей, как мы любим. То есть мы постоянно напоминаем менеджменту, опять же, здесь присутствующие люди, я думаю, это прекрасно понимают, что в первую очередь бережливое производство дает возможность высвободить ресурс людей или оборудования, или других наших активов для того, чтобы заняться первоочередными задачами, на которые вечно не хватает времени. То есть это не цель найти, чтобы отрезать в первую очередь, а цель высвободить ресурс, чтобы заняться вещами первоочередными первоочередными для выживания бизнеса, например, в кризисной ситуации. Поэтому, когда ни у кого не хватает времени, а нужно быстрое реагирование, инструменты бережливого производства, а не про это, а не про то, как можно быстрее показать результат в минус х рублей. Это длительная работа, согласен. Безусловно, элементы рядом. Когда мы сделаем бережливое производство, мы видим возможности по оптимизации расходов неизбежно. И наоборот. Очень здорово, если, когда вы занимаетесь инициативами по снижению затрат, вы думаете об инструментах бережливого производства в том числе. Помимо обычного просмотра организованных структур, бюджетов, расходов и так далее. Нужно смотреть в сторону потерь. Она позволит... Работа на этом направлении позволит вам сохранить людей, которых так сложно потом найти и вернуть квалифицированных. Она позволит вам не сокращать в таких же объемах производственные фонды. Обеспечить ту самую бесперебойность и быстрый переход, например, на запасных альтернативных поставщиков. Вот все эти случаи, которые многие компании, правильно сегодня звучало, пострадали именно вот из-за этого. Поэтому я за... Не за какой-то из один из этих подходов. И не за учебник. А скорее за то, чтобы инструментарий, он, естественно, должен идти в миксе, давать максимальный результат. Последняя история была, что у нас сейчас в топе. Очевидно, мы предоставляем полный набор услуг по внедрению систем бережливого производства производственным системам. И понятно, что для новичков мы всегда начинаем с АЗОВ. Мы помогаем им разобраться в стратегии, выбрать те самые инструменты, с которых начинать, обучить людей и перейти к первичному инструментарию. Дальше развиваться, дальше уже более серьезные вещи, какие-то автоматизации, тоже самое подхватывать. Какие коррективы пандемия внесла? Очевидно, мы вынуждены были, мы это и консультанты, и руководство, менеджмент компании, мы вынуждены были уйти из гембы, из рабочего места. Нужно работать с теми, кто остался на рабочем месте, чтобы они не забывали, что помимо того, что они должны дать некий результат, объем, выработка вот столько, 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 они еще являются проводниками идеи бережливого производства. Поэтому на первое место у нас выходит сейчас в этот период. Это, во-первых, обучение. Все, чему мы людей не доучили, всех, кому не дохватили и так далее, есть возможность этим заняться. Сейчас, вы знаете, очень сильно растет онлайн-обучение, оно уже практически неотличимо от оффлайна во многих вещах. И подтягивать знания планово, внепланово, сейчас самое время. Вторая история – цископланирование. Кстати, здорово оптимизировало время. Для того, чтобы обучаться, теперь не надо ехать, тратить время. Как только мы к этому привыкли, как только мы нащупали все технологии, чтобы это обеим странам было интересно и результативно, то есть чтобы с одной стороны экрана человек давал не меньший объем пользы, информации, а с другой стороны экрана люди не засыпали и не имели возможности заниматься чем-то другим. Это стало действительно даже эффективнее, потому что ушел элемент командировочных, добирание, опаздывание, проживание, еще чего-то. Практически большую часть элементов живого обучения можно заместить онлайн, если делать это осознанно. Соответственно, обучение, дальше планирование. То есть мы очень помогаем сейчас компаниям сосредоточиться на пересмотре стратегии в области бережливого производства и производственных систем. Когда еще, как не сейчас. С одной стороны, понятно, что нужно очень резко заниматься заниматься какими-то изменениями, помогать бизнесу остаться на плаву, а с другой стороны, именно в этот период, когда процессы существуют как есть, вот сейчас изменения минимум, изменения только кризисные, назовем их так, очень правильно пересмотреть подходы, потому что во многих направлениях эти самые подходы были утверждены до пандемии. А теперь нужно подумать, все ли из них на самом деле все еще актуальны. Какие-то из функций, из бизнес-функций, я имею в виду, могут найти себя в ситуации, когда они должны развернуться очень сильно. Может, не на 180, а на 90 градусов совершенно другой инструментарий уйти. Поэтому мы призываем к этому с точки зрения бережливого производства. Какие-то новые продукты в связи с пандемией вы предложили? Или, в принципе, бережливое производство предполагает в том числе и такие чрезвычайные ситуации? Новый продукт у нас сейчас, скорее, это общий подход к тому, как сохранить устойчивость бизнеса. На эту тему мы очень много сделали и информационных вещей, и конкретно внедрений. И то, как быстро и оперативно пересмотреть свою деятельность. Это скорее не бережливое производство, это в целом управление компанией с элементами бережливого производства, не забывая производственную систему. Конкретных внедрений, то есть, например, как коллеги рассказывали про автоматизацию и так далее, мы не добавили. Мы добавили, скорее, работы с первыми лицами, с руководством, да, с топ-командой, куда нужно успеть повернуться, как нужно готовить людей сначала к уходу из офиса, а потом к возвращению, с какими вещами нужно поработать, чтобы остаться на плаву. Вот эти истории у нас в последнее время, наверное, абсолютно прогрессируют двузначными цифрами. На тему бережливого производства так уж получилось, опять же, сегодня это звучало, что в кризис такие вопросы, надстройки какие-то системы получения уходят немного в тень. Чтобы с этим работать, нужно вот еще один элемент, который я назову из тех, которые мы сильно продвигаем в этот период, это коммуникация. Как ни странно, надо вернуться, нужно донести сотрудникам, оставшимся там, кто обеспечивает бесперебойную работу именно производства, не офисные сотрудники, а производственники, что вообще-то есть нагрузки к бережливому производству. Они важны сейчас в том числе, а может быть, важны как никогда. Поэтому и сбор идей, то, с чего мы сегодня начали, там, упорядочивание их. Люди видят в новых изменившихся условиях, когда они в форс-мажорных каких-то обстоятельствах работают, как они лучше сработают. Если мы потеряли этот навык, слышать их, разорвались с ними, мы не получили множество решений, которые были готовыми, а мы к ним идем там потом месяцами. Поэтому планирование, стратегия, коммуникация, обучение – наши приоритеты сейчас в этих условиях. Наверное, это нельзя назвать новыми решениями, но это то, от чего все и всегда начинается. Да. Спасибо большое, Александр. Но, в принципе, мы провели некий такой срез того, как видят предприятия, крупные предприятия, бережливое производство. Мы понимаем, что принципы эти нужны, их нужно поддерживать, нужно развивать, выводить на новый уровень. Для этого нужно развивать современные решения по цифровизации, по автоматизации. Актуальное программное обеспечение должно быть. Ну и, в принципе, скажу, кстати, в поддержку цифровизации, хотя это, наверное, лирическое отступление, что мы, в принципе, все оказались оцифрованы и смогли работать дистанционно, благодаря тому, что у нас есть обычные мобильные телефоны. В принципе, это вот такой как раз живой пример цифровизации и оперативных решений по дистанционной работе. Спасибо всем большое. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Удачи всем. До свидания. Спасибо. Спасибо.